Всем привет! С вами Дмитрий Шаповалов и сайт radosvetvideo.ru. Этим видео уроком я начинаю серию уроков для начинающих по работе в программе Adobe Muse. Несмотря на то, что основное мое занятие видеомонтаж и обработка видео, иногда приходится быстро и оперативно создать для себя или своих друзей страничку в интернете. В этом мне и помогает Adobe Muse. Это просто потрясающая программа по созданию подписных страниц, посадочных страниц, лендинг-пейдж, страниц, портфолио, презентаций, несложных продающих мини-сайтов, вебинарных комнат и так далее. Программа не требует глубоких знаний языков программирования, имеет понятный интуитивный минималистичный интерфейс и представляет собой по большей части «Графический редактор веб-страниц». Свежую версию программы Adobe Muse вы всегда сможете скачать бесплатно с официального сайта компании Adobe и пользоваться ей в течение 30 дней без каких-либо ограничений. По истечении 30 дней для дальнейшего использования вам все же придется купить эту замечательную программу. Итак, приступим. Это наш первый урок, в котором мы рассмотрим вопросы по созданию и настройке проекта. Открываем программу Adobe Muse, заходим в меню «Файл», «Новый сайт». Перед нами появилось окно, в котором программа предлагает нам настроить макет и содержимое сайта. Давайте приступим к настройкам. Выбираем начальный макет, который зависит от устройства, для которого мы хотим создать сайт. Это может быть компьютер, планшет или телефон. Я буду создавать макет для персонального компьютера, поэтому оставляю здесь значение по умолчанию. Забегая вперед, скажу, что после того, как вы полностью создадите один из начальных макетов, вы сможете сделать макет для двух других устройств на основе уже созданного, что, конечно же, очень удобно. Далее переходим к настройкам размеров страницы, полей и отступов. Рекомендуемое значение ширины страницы для правильного отображения сайта на большинстве устройств, а также для удобства дальнейшей верстки – это 960, 1020 и 1200 пикселей. В данном примере я задам значение в 1020 пикселей. Минимальная высота страницы зависит от того, насколько минимально длинной вы хотите ее сделать. Высота страницы может быть в один экран компьютера, например, 1080 пикселей, при формате экрана Full HD или 7000 или 9000 пикселей, если у вас длинная продающая страница. Здесь мы выставляем именно минимальное значение. Если наша страница по ходу верстки окажется больше, то этот параметр автоматически увеличится на нужную величину. Да, и в любой момент вы сможете этот параметр изменить, вернувшись к настройкам проекта. Тут все зависит только от ваших предпочтений. Сейчас я выставляю значение в 1080 пикселей, так как считаю, что страницы моего сайта должны быть размером минимум в один экран формата Full HD, и мы переходим к настройкам полей и отступов. С настройками полей и отступов все очень просто. Для удобства и наглядности верстки я выставляю все значения на 0 пикселей. Далее переходим к параметрам столбцов. Эти параметры нужны нам для удобства верстки. Я выставляю средник 0 пикселей, количество столбцов 12, ширина 85. Как видим, ширина посчиталась программой автоматически как деление 1020 пикселей на 12. В разделе содержимое мы можем выбрать главный язык сайта и разрешение. Язык оставляем русский, разрешение выбираем стандартное. Здесь есть еще режим High DPI 2X. Пригодится только если мы создаем сайт для дисплеев ретинов с высоким разрешением. При этом режиме программа Muse оставляет всю графику на сайте в высоком разрешении. Таким образом вес страниц значительно увеличивается и они могут долго загружаться у посетителей вашего сайта, особенно при медленном интернет-соединении. Все остальные параметры галочки оставляем по умолчанию. На этом все. Нажимаем ОК или клавишу Enter. Начальная подготовка проекта завершена, как и наш первый урок. Давайте сохраним наш проект. Зайдем в меню файл сохранить проект. Выберем куда сохранить. Назовем его веб-сайт 1. Так пускай и будет по умолчанию. И сохраним куда-нибудь себе на жесткий диск до следующего урока. А в следующем уроке мы рассмотрим основные возможности программы по работе с блоками и изображениями. Ставьте лайк к этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе выхода новых видео уроков. До встречи в следующих видео на этом канале. С вами был Дмитрий Шаповалов. Сайт родосветвидео.ру